Пробуем еще раз. Будем надеться, что сейчас будет лучше. Давайте еще раз подождем, кто заходит. Иногда бывает с первого раза не получается, но получается со второго. Иногда бывает со второго не получается, получается с третьего. Иногда бывает и с третьего не получается. Тони Калфман, Шалом, как говорит народная мудрость, что вода камень точит. вода камень точит и если вот капать в одну точку водичка да то может получиться дырка в камне будем надеяться что сейчас получится да все будем надеяться сейчас получится тогда не будем прерваться все двигаемся сразу продолжение мечты и так значит было у него 5 учеников но у него было больше учеников почему выделены эти пять это пять ключевых таких причем у них у каждого был свой подход как мы видим дальше вся мишна следующая весь этот вся глава она как раз то что они потом говорили и у каждого из них был свой подход уникальный метод они отличались все люди разные один имеет одни хорошие качества другой другие имеет другие хорошие качества и здесь выделено очевидно пять ключевых типажей типажей таких вот мудрецов они все были мудрецы торы и выделено именно пять главных типажей значит имена их мы уже знаем дальше он написано что у аяму нэш вахан он значит перечислял их преимущество вот это интересно то есть он в каждом из них сейчас будет перечислять их сильные качества их выдающиеся качества то что его в них восхищала он сказал так рабе и элиэзер бен урканас бор суд шейно миабет типа значит он его назвал так что он как колодец обмазанной глиной из которого не вытекает он не теряет ни капли воды что он имел ввиду в этой метафоре он имел ввиду что рабе и лезер бен урканас он запоминает всю тору которую учит то есть есть ума несколько разных качеств до у интеллекта человека одно из них это запоминать и накапливать информацию и вот рабе и лезер бен урканас был в этом выдающийся человек то есть всю тору который он слышал от учителей от романев на бен зака он все 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 повторял без остановки повторял запоминал и он был такой прям собрание вся тора была в нем то есть он не терял ни одной капли значит рабе ушел бен ханания про него сказал романюхан бен зака и ашры йо лото счастлива которая его родила значит он отличался выдающимися качествами характера знаете есть такие люди которых все любят которые добрые которые помогают которые прям он ни одну бабу тому человеку каждому человеку он делает только хорошо и опять что это интернет не работает не работают что что найдем более лучшее место не работают может здесь жалко да значит не получается у меня провести сегодня видно не судьба нет интернета бывает да да есть крутится нет может быть из-за того что много подключено к этому если то что значит это так то так 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 да все нормально что говорят что видно меня видно меня а я хожу так видно меня или нет пожалуйста напишите муж у меня показывает компьютер что не видно а что все супер говорить о ковшат 1 интересно ну значит буду продолжать значит все значит продолжаем очень интересно это с фейсбуком последнее время сбою с фейсбуком сбоя поэтому он как-то плохо работает то есть пишет что не видно оказывается видно но и отлично бывает такое да это тоже как мы учили в перте вот что значит он глаз всегда видит глаз всегда видит наверное фейсбук за нами все время следить и так значит и видно и слышно пишет виктория рогова отлично значит тогда продолжаем и так значит про радио шо бен ханания сказано что ашры ее от то счастлива которая его родила имеется ввиду что мама его до которой его родила там про маму есть очень интересная история что мама когда он когда он еще не родился она выходила все время сидела возле окон бет мидраж а когда он родился она колясочку с ним ставила в дом учения чтобы он слушал то есть он с детства слышал только тору в общем знаете есть люди которые очень много знают торы это был ради или за пен урка нас есть ради ушла который ашры ее лото счастлива родившая его третья категория раби йоси раби йоси а коин он был он был хасид значит кто такой хасид мы уже знаем хасид это тот кто делает больше чем от него требует закон например вот надо говорить браху на воду вот я сказал браху на воду не как хасид почему то есть я просто сказал браху на воду сказал и сказал ахасид бы он так бы он бы одел бы рубашечку он бы поправил бы ци 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 он бы настроился прям даже он взял бы чтобы не отвлекаться он взял бы эту браху написанную чтобы читать ее и сказал бы каждое слово он бы в него вложился барух а то ашин и он с такой бы прямо вот он бы это каждое действие он делает с огромным воодушевлением и силой божественное действие это хасид значит яси раби йоси был такой хасид теперь ради шимон бен натанель раби шимон бен натанель он был и рэхэд и рэхэд он боялся согрешить чем отличается хасид от боялся согрешить есть как бы два главных пути к богу они называются страх страх дать и рад ашем это основа всего до страх перед богом если есть этот страх то он держит человека есть второе называется любовь любовь это когда ты сильно любишь и хочешь то есть плюс и минус хасид он идет через плюс он такой прям так прям благословение раби шимон бен натанель он был и рэхэд он боялся согрешить он в этой ситуации он бы подумал бы 10 раз так вот сейчас я скажу благословение а вдруг не так поймут а вдруг то а вдруг все то есть он был все время в состоянии как называются люди религиозные люди на иврите ортодоксы да они называются хоридим хоридим это тревожащиеся с ним все время тревожатся чтобы не нарушить волю бога понятно да теперь вот раби йоси раби осякоин был хасид раби шимон бен натанель он боялся греха то есть они отличались вот этими путями служения в рабе и лазар бен арах он был майян амид габер значит что такое майя на мид габер источник бурлящий у интеллекта есть два кать два основных качества да первое качество это собирать информацию то есть собирать информацию вот как есть так есть то есть человек он запомнил это запомнил то запомнил другое то есть он запомнил сейчас здесь говорится про тору но тора это жизнь тора это учение это как бы все жизни и когда одно качество это запоминать а второе качество это делать выводы это называется бина бина это строить и вот например раби и лазар бен а или эзер бен урканас он все запоминал всю тору все что говорил раба ньохан бен зака он запоминал араби и лазар бен арах он как источник как источник бурлящий он значит он задавал вопросы он такой был создавал новое есть очень известная история в талмуде про был такой раби йоханан и у него был ученик рэш латиш и вот рэш латиш он был разбойником он был разбойником и главарь банды и вот значит было так как-то он шел со своими этими бандитами по по природе смотрит речка видит в речке красивая такая женщина купается издалека и он такой сильный был он разбегается и прыгает так и перепрыгивать эту речку к этой женщине прыгнул смотрит это голова одна торчала из воды и тут поднимается раби йоханан а раби йоханан был очень толстый такой да у него была голова очень красивая а сам он был очень толстый такой да такой мужчина крупный и рэш латиш горишь говорит подстала какая вот такую красоту говорит такую бы красоту и женщине а а раби йоханан на него посмотрел и говорит да атаку бы силу в тору вот такую бы силу применить к торе и тут раби йоханан он был очень ну раби йоханан один из величайших мудрецов и он говорит рэш латиш у у меня есть решение давай так у меня есть сестра еще красивее чем я а я тебе ее отдам в жены при условии что ты сядешь учить тору и будешь мой ученик и я тебя научу торе все то есть ты силу свою направишь на служение богу а красота ты гоняешься за красотой вот есть у меня сестра и я выдам за тебя замуж значит рэш латиш согласился и женился на сестре раби йоханана и они сели учить тору и рэш латиш действительно со своей силой за несколько лет буквально он стал одним из самых величайших мудрецов тоже в народе израиля и они начали учиться с ра с раби йоханан на вместе и потом был какой-то момент я сейчас не буду эту историю рассказывать углубленный был момент когда они даже такие два великих мудреца они поспорили о чем-то это касалось торы как бы был вопрос по по закону они обсуждали и у них возник спор и раби йоханан раби йоханан сказал рэш латишу что как-то он его обидел словами до рэш латиш на него обиделся и как-то ему тоже ответил не очень уважительно раби йоханану что как-то он ему ответил до нюансы такие то есть с точки зрения как бы обычного мира вообще там ничего не было то есть они говорили про тору они у них разошлись мнения один другому сказал там раби йоханан сказал ему говорит ну конечно ты мол грабитель свое ремесло помнит они спорили о ноже о ноже уж о мече как меч принимает духовную нечистоту или там с какого момента он в общем было вообще спор по законам духовной чистоты и раби йоханан ему сказал да говорит грабитель свою работу знаю а рэш латиш ему ответил а а что ты мне дал что ты мне дал чему ты меня научил я и до этого был главный там в среди грабителей и сейчас меня там раби называют ну как-то он ему ответил ничего с точки зрения нормальных людей там не было но раби йоханан чуть-чуть на него обиделся а когда люди находятся на таком высоком духовном уровне то там действуют уже такие законы написано что бог судит праведников на на вот как ширина волоса до толщина волоса то есть когда человек становится праведником и он прямо перед богом там с ним связан очень сильно любое его какое-то движение мысли уже оказывает большое влияние и раби йоханан обиделся на рэш латиша и рэш латиш умер умер рэш латиш все он умер и раби йоханан он дико от этого переживал он прямо впал в очень тяжелое состояние в депрессию и другие мудрецы они нашли а самого лучшего выбрали среди них мудреца и посадили его учиться с раби йохананом чтобы заменить рэш латиша и раби йоханан говорит какую-то вещь из торы а тот ему отвечает да и приводит ему двадцать четыре подтверждения как где в торе написано то что сказал раби йоханан и подтверждение его мысли а раби йоханан ему говорит слушай говорит я сам знаю что я хорошо сказал это мне не надо подтверждать рэш латиш он задавал мне когда что-то говорил задавал 24 вопроса я ему давал 24 ответа он не задавал еще вопросы так тора развивалась и мы доходили до каких-то новых вещей а ты мне все время говоришь значит что хорошо я сказал это привел как иллюстрацию чем отличается колодец который не теряет ни капли от от источника бурлящего то есть вот они были по-разному оба были мудрецы торы оба учились у одного раба йоханана бензакая но они были абсолютно разные по своим характер по своим качествам да и пока месте на этом мы сегодня на этом мы сегодня продолжать не будем уже там дальше очень интересно очень интересно там просто хочется посвятить сейчас а давайте я окончании окончания сейчас скажу значит дальше написано так лаял мэр он говорил это раба йоханан бензакай и мы у коль как мы израиль бэкап мы знаем если будут все мудрецы израиля на чаши на одной чаши весов в или эзер бэн курка нас бэкап шния он будет на второй чаще весов рабе лезер бэн урка нас который запоминал всю тору махрия эд кулям он перевесит их всех то есть он был на таком великом уровне знания торы то есть что он был по знанию больше чем все остальные мудрецы израиля но в чем он был в этом качестве именно в этом качестве и тут же мишна продолжает оба шауль омер мишмо был его еще один ученик из предыдущих поколений его звали оба шауль и он говорил от имени раба йоханана бензакай а то есть он слышал от него это лично и мы у коль как мы израиль бэкап мы знаем если будут все мудрецы на одной чаше весов и с ними вместе рабе элиэзер бэн урка нас и его тоже туда на эту чашу положить то есть в начале он перевесил их всех потом его добавили к ним а на вторую в рабе элиазар бэн арах бэкап шния а рабе элиазара бэн араха положить на вторую чашу весов махреет кулям он перевесит всех как это понять значит здесь невозможно понять потому что это разные качества то есть вот именно это мишна нам дает понять что этот спорт сайте потом есть в других местах тоже в талмуде что важнее запоминать тору или вот это вот креативное мышление когда ты делаешь выводы когда ты глубоко обобщаешь там соединяешь разъединяешь и так далее что важнее вот это креативное такое изучение торы или же важнее просто знать и все здесь нет ответа по именно поэтому есть споры именно поэтому в этой мишне указано что он одни от него слышали так другие от него слышали так в этом мире как мы знаем уже из учителей раба нёхана на бэн зака и лели шамай которые тоже они спорили они спорили практически по всем вопросам было единицы вопросов где они не спорили но по всем вопросам они спорили и раздался небесный голос и сказал когда были прям спору них невероятные по закону или лишь мая учителя раба нёхана бэн зака и небесный голос сказал зэ в зэ и это это деврея логим хаим это это слова бога живого это истина это истина закон идет как бед гилель по дому гилеля в данный момент для людей лучше идти по по закону по бед гилель как как учил гилель то же самое здесь мы видим что нет в этом мире вот такой вот однозначности особенно в интеллектуальных вопросах когда дело касается интеллекта дальше мы пойдем расширение пойдет то есть каждый из них ска вначале раба нёхана бэн зака и в следующей мишне задаст им вопрос какой хороший путь который должен выбрать для себя человек каждый даст свой вариант ответа дальше он спросит какой плохой путь которого больше всего надо остерегаться 5 его учеников дадут свой вариант ответа и потом каждый из них скажет по три главных вещи в мире как на которые надо обращать внимание и все они скажут разное представляете себе да какая получается такая пирамида и что это нам дает и то и то и то и то это тора это истина это идет от бога но истинно многогранна вот то что можно понять из такого предисловия все давайте сделаем сегодняшний вывод значит сегодняшний вывод что каждый человек индивидуален есть у каждого из нас свои сильные качества свои слабые качества и нельзя сказать что запоминающий лучшую того кто креативно или креативно лучше того кто запоминающий иногда запоминание хорошо иногда креативность хорошо у кого-то есть одно у кого-то есть другое и значит нужно разобраться в своих сильных качествах это то что для себя понял и и радоваться им все все напишите пожалуйста свой вывод напишите какого сильное качество давайте чтобы узнали от у нас мы учимся учимся столько людей приходит слава богу уже на уроке и мы не знаем какие например у виктории роговой сильные качества вот напишите виктория рогова только каждый дайте себе характеристику как роботен бен закай он давал характеристики своим ученикам он их знал а мы же друг друга не знаем вот яков шатанин какая у тебя характеристика как ты сам себя оцениваешь можно кстати можно использовать категории которые нам дал роботен бен закай использовать 5 этих категорий то есть нас есть категория я учу тору и запоминаю повторяю это первое второе у меня хорошее качество характера это второе 3 я хасид то есть я стараюсь сделать больше чем требует закон третья но помните что н-бур ирехет было марат хасид помните раньше учились что не знающий тору бурьян такой да он не может бояться греха и не может быть амар от человек земли который не учи тору не может быть хасидом поэтому если вы решили что ваш путь быть хасидом тогда надо больше учиться вы как хотите бояться греха надо больше учиться и кто моя на медгабер я например точно про себя могу сказать что я моя на медгабер да вот алёна и паре тоже про себя сказала что я источник бурлящий у меня тоже креативное мышление креативное мысление мышление это моя самая я думаю сильно не сильно как сказать превалирующая ну так та часть которая действительно вам не сильно работает все вот наташа плава доброта и терпения на как и шоу бенхана не счастлива родивший на так счастлива родившая наташу блау елена конкин значит значит это добро это как и и шоу бенхана не а вот барина шувала нет у нее слова не хочу нет слов не могу и слово надо она как к равешимин бенна тоннель это и рахет это из люди таких боятся согрешить у них нет слова хочу не хочу надо все все удачи успехов всем хорошего дня